Привет, друзья. Проверяем микрофон, проверяем микрофон, проверяем микрофон. Слушайте, сейчас Влад был в гостях у меня, и мы там для книги их готовили. Ну, книга будет называться, ну, ориентировочно, вот так, смотрите. После многих коррекций там и прочая книга будет называться вот так. От страха к свободе или как стать здоровым, счастливым и богатым. Ну, такая книга. Слушайте, ну, поскольку я каждый раз, даже проверяя микрофон, показываю что-то новенькое, поэтому, смотрите, мы с Владом пока разговаривали на эту тему, он же мне всё время помогает, но уже у нас такие участники школы, человек будущего, хомофутурус, он мне делает фотографии для обложки. Ну, там у меня, наверное, будет обложка такая, там у меня будет вот это репортаж с петлённой шеей, помните, а там у меня будет вот этот страх петли, а от страха к свободе, и я буду вот такой вот из этой петли, так сказать. Ну, а теперь посмотрите. Я как раз заодно, мы с ним обсуждали разные приёмы ключа, и там я с кем-то разговаривал по скайпу, мне надо было срочно помочь, я там сказал, встань, пожалуйста, вот так, и он там встал, там в скайпе, я сказал, прикрой глаза, да, и понаблюдай, куда твоё тело хочет качнуться. Ну, зелёная зона, о которой мы говорим всё время. Ну, он говорит, назад тянет, или в бок тянет, а теперь представь, что тебе по кругу, и его повело по кругу, и говорит, что-то я заварюсь, ножки пошире поставь, ножки пошире, опять закрой глазки и почувствуй, куда тебя тянет. Мне говорят, вот так тянет. А вот здесь что-то ногу тянет сильно. Ну, тогда ногу вот так сделай, найди другое движение. И вот он так встал и делать, я говорю, а теперь я ещё второй вариант покажу. И показываю второй вариант. Это для некоторых очень сильно действует, очень сильно помогает. Когда у вас стресс, там, или что, вот так держите пальчики, пальчики вот так держите, и смотрите вот так между ними, между ними. Ну, вот этот маленький такой, окошечко. А теперь смотрите внимательнее в это окошечко, и начинаете пальчики отодвигать, а там иллюзия возникает на контрасте. Пальцы, а там светлые. И получается такое, как будто ты берёшь и растягиваешь, растягиваешь такую светлую полосу. Да. Вот вы попробуйте, пока вы это пробуете, вы уже из стресса выходите, и в какое-то такое состояние, ну, такое лёгкое, как будто вина выпили. Я вообще, когда разговариваю с людьми, многие мне говорят, что вы там такое делаете, что вроде ничего не делаете, но при этом я потом себя хорошо чувствую. Ну, я не знаю, что я делаю. Может, как говорится, от меня, ну, какой-то сигнал идёт, может быть, я слишком добрый, и когда я улыбаюсь, или там афоризмы рассказываю, или свои там про книги говорю, несмотря о чём я бы не говорил, ну, некоторые люди говорят, слушайте, я прямо утром, прямо включаю, и жду, когда вы что-то скажете. Ну, вот сейчас я две недели буду всё-таки книгу писать, поэтому вы меня будете видеть. Крайне редко. Поэтому встаньте вот так вот, ножки пошире поставьте, или прислушивайтесь, куда вас тянет, и туда идите, это зелёная зона. Это же есть принцип подбора путём перебора. А вот, например, сюда не тянет, и не надо. А вот куда тянет, туда и надо. Да, и через это вы ходите на психическую релаксацию, снимается нервно-психическое напряжение. И если в этот момент вы думаете, о чём вы думаете, вектор внимания именно, о тех вопросах, которые животрепещущие у вас в данный момент, любые, то вы заметите, и потом вы сядете, и сделаете вот так, ещё раз повторю, между пальчиками найдёте окошечко, да, будете смотреть в это окошечко, и растягивать вот так эту ниточку. Это иллюзия, иллюзия такая. Но она как бы подчиняется вашему восприятию. И в это время вы ещё глубже входите в состояние, и вопрос, над которым вы думали, животрепещущий, начинает лучше решаться. Да, это я микрофон проверял. Да, друзья, до встречи. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok